Часто задаваемый мне вопрос. Когда уже стоит начинать ребенка учить неродному языку иностранному? Прямо с самого рождения. Включать ему радио и пускай они там на английском разговаривают. Либо же с двух-трех лет уже можно в языковую школу ребенка отдавать, и это будет продуктивно или непродуктивно. Либо же ждать до школы, когда он созреет и пойдет со всеми вместе и догонит все, что было бы там теоретически в этой языке в школе. Либо что, либо как. Так вот, мое мнение сугубо личное, как учителя немецкого языка, я считаю, что стоит обучать ребенка с трех, может быть, чуть раньше лет. Почему? Потому что язык усваивается ребенком, особенно неродной, иностранной, на базе уже сложившегося родного языка. То есть, вот как в билингварных семьях, да, где мама там, например, русская, а папа немец. Вот там ребенок усваивает сразу два языка. Он переключается с одного языка на другой. Да, все супер. Но фишка в том, что ребенок два этих языка, он воспринимает их как один. Это не я так сказала, так сказали ученые, психологи, которые исследовали всю эту систему, облик слова, как ребенком слово воспринимается, как все это психофизиологически методом работает. И выяснили, что да, это воспринимается как одно. И вообще, в билинговом им очень тяжело таким детишкам, и они даже отстают в развитии. Есть такой факт. Это абсолютно доказанный факт. И это можно проиллюстрировать простым примером. Вот, например, смотрите. Вы сдаете на права, ну, грубо говоря, и вы изучаете знаки. Вы подъезжаете к светофору, к перегрестку, и у вас знаки сразу на двух-трех языках висят. Знак, который, к которому вы должны следовать дальше. То есть вы должны поехать дальше, там есть знак, он на трех языках. Вы начинаете думать, так, такой знак, потом переводите еще такой знак, такой знак. То есть что у вас происходит? Вы остановились, вы изучаете, вы продумываете, переводите вообще для себя, что это за знаки. И что у вас? У вас ступор. У вас ступор. И у ребенка то же самое. У него происходит задержка развития. Это не есть хорошо, когда ребенок в билинговальной семье. Да, может быть, вы все думали, о, круто, ребенок знает твои языки. Это не круто, нет. Он идет с задержкой развития вообще в принципе. Потому что у него сразу два языка, и они смешиваются как бы в одном. Хотя он знает, да, что по-немецки мута это мама, а по-русски мама это мама. И он как бы их не смешивает в речи. Нет, он идет, переключается спокойно на немецком, разговаривает с папой, на русском с мамой. Но тем не менее, вот я все это к чему? Не стоит учить маленького грудничка до года иностранному языку. Нет, категорически. Потому что это может привести к задержке развития. И далее, когда уже язык свой, родной освоен, вот как у моего ребенка. Она сейчас говорит там обороты над жидей причастными, я не знаю. Она уже поняла, что, к чему. Ну, понимаете, она уже все прекрасно может выразить своими словами. Любую эмоцию, любую вещь, она все это обговаривается. И вот сейчас как раз у нее есть база, на которую будет накладываться другой язык. Теперь у меня возникает другой вопрос. Я мама трехлетнего ребенка и хочу отдать его в языковую школу. Стоит ли мне это делать или не стоит? Либо хочу, например, я учитель сама и хочу обучать его дома. Стоит ли мне это делать или не стоит? И вот мой ответ, который меня просто изнутри раздирает как учителя. Потому что я понимаю, в какой утопичной ситуации я как мама, учитель, нахожусь. Я не могу, представляете, я не могу обучать своего ребенка. Потому что, давайте зададим себе для начала вопрос. Какую цель мы преследуем, когда мы хотим сказать, я отдаю своего трехлетнего ребенка изучать неродной язык. Если я хочу, чтобы мой ребенок заговорил, и его понимали при этом другие дети его же возраста, которые находятся в стране изучаемого языка. То есть, цель коммуникативная. То обучать его в этой школе, в языковом центре, либо же в домашних условиях. Это все... Это все... Отвечаю. Почему? Потому что у нас... И это, опять же, доказано с научной точки зрения. Выгодский, Леонтик, периодизация. В общем, не буду подкрутить. Но, как... Дело в том, что я-то после того, как я отучилась в университете, и я это все понимаю, у меня тоже взрыв мозга. Если мама какая-то, она не отучилась в университете, она не учила возрастную психологию и анатомию и так далее. Она спокойно берет, отдает своего ребенка куда-то, и они там учительница, русскоязычная сама по себе. Она учит ребенка английскому или немецкому. И все нормально. Он приходит, он знает цвета, он считает, поет песни, что сама по себе у Побби, я считала. И все супер. О, мой ребенок разговаривает на английском. Да ничего подобного, друзья. Нет, ничего не супер. Потому что... Продолжая свою мысль, я очень долго к ней иду. У нас в нашем мозгу есть всего лишь один путь освоения неродного языка. И этот путь тот же самый, что мы проходим, осваивая родной язык. Друзья, только он. Только он. И никакие карточки со словами, которые они якобы читают. И это, кстати, касается изучения и чтения в родном языке в три года. И никакие учителя русскоязычные, которые наговаривают неправильную интонацию, неправильную фонетику. Ну, потому что не может быть вот абсолютно правильным. Даже у меня. Я знаю все правила фонетики. Я знаю все. Ритмы коинтенсионные все. Я все учила, да? Я все знаю прямо наизусть. Вот честно говорю. Но я не говорю как немец. Нет. И я боюсь, что если я подойду к немецкому трехлетнему ребенку и начну говорить ему что-то, он... Есть вариант, что он меня не поймет. Такие дети, они просто отходят. Они не понимают, они отходят. И ваш ребенок, он будет называть цвета, да? Или считать там, или листи. А этот, он отойдет от него, немецкий ребенок. Потому что он не поймет. Нет. Вот нужно ли вам это? Учить ребенка так, чтобы потом другой ребенок его не понял из другой страны. Вот вы хотите научить своего ребенка? Вот как говорила моя учительница в университете, это как вы сажаете вы. Это все равно, что неправильно посадить дерево. Вот если его неправильно посадить, из него вырастет хорошее дерево. Нет, оно все равно засохнет. Вот смысл неправильно сажать дерево. Ответ. Вопрос, вопрос. Как же это дерево посадить правильно? Мой ответ. Надо давать ребенку слушать аутентичную речь. YouTube, сказки, настоящие английские, немецкие, полно каналов. И желательно, чтобы эту сказку рассказывал тот ребенок, который соответствует по возрасту вашему ребенку. Вот ваш ребенок сидит, он слушает эту сказку. Он знаменит нормальную интонацию, он вникает в нормальную фонетику. И он потом будет воспроизводить слова, которые воспроизводит ребенок, его же возраста, и его, соответственно, поймут в той стране. Другой момент. Вы сейчас скажете мне, я уже прям вижу, вы со мной разговариваете и говорите, да он же там ничего не поймет, сказка. И хорошо, он и должен там ничего не понять. Вот я не знаю, вам вообще в этой жизни все понятно? У меня вопрос. Когда там в новостях рассказывают про фондовые биржи, про коэффициенты, вам это понятно? Или другой вопрос. Двухлетнему ребенку, вот ему же тоже не все в этой жизни понятно. Он спрашивает, он у себя какие-то образы в голове возникают у него по контексту, да? Там он что-то видит. Вот вы ему рассказываете о лукоморье, дуб зеленый. Вот он знает, что такое это лукоморье? И не надо не говорить ему, у него образ в голове. Он смотрит на картинку, там вот это вот лукоморье. И вот так же он смотрит английскую сказку. И у него образы, да? И он ассоциирует вот эти слова, которые проговариваются, вот этими образами, которые он видит. Я считаю, такой путь изучения иностранного языка самый правильный. Либо же вы отдаете ребенку в языковую школу, где работают с ними носители языка. Это уже совсем другой момент. И они не разговаривают с ним вообще на русском. Весь урок проходит либо на английском языке, либо на немецком языке. И тогда есть смысл. Вот ваш ребенок зашел, сразу с порога этот носитель ему говорит, «Хэлло, там проходи, какое у тебя красивое платьице, садись за столик». И все это на языке говорится. И он все это запоминает. Он видит, ага, столик. Показал туда, пригласил меня, значит, это столик. На английском он произносит это слово, да? Или на немецком. И вот вам, пожалуйста, по контексту он узнает все слова. Он со временем их запоминает. Либо же вы поехали со своим ребенком в бабушке в Германию и живете с ним там все летом. Вот такой способ изучения языка. Так вот, передо мной стоит дилемма. Вот представьте, как мне тяжело. Я мама трехлетнего ребенка, который знает язык очень хорошо. Очень хорошо. Я могу разговаривать, я могу понимать чужую речь, говорить, отвечать, читать тексты, переводить и все. И я не могу научить своего ребенка. Как бы я пытаюсь его научить, но я боюсь, что я научу его неправильно. И из-за этого я вообще переживаю. Я по максимуму включаю ей немецкую речь, когда это звучит от носителей. И я по минимуму включаю ей немецкие песни, потому что в песнях тоже заведомо неправильная интонация и фонетика накладывается. Потому что именно немецкий язык, он такой интересный, что там очень большую роль играет интонация. Блин, у нас тут все дежурят, я не знаю, вы слышите меня вообще или нет. Там есть долгие, краткие. В этой песне поют. И что? Он не должен петь. Он должен петь. Кратко. А там он тянет, чтобы в рифме было что-то. Все это. Песня стучала, да, мелодия, чтобы продолжалась. Он все это тянет. И все это неправильно запоминается и накладывается. И в результате немцы они не понимают. Вот у нас иногда... У нас в школе проходит фестиваль. Фестиваль песни на иностранном языке. И я бы не сказала, что все понимают, которые к нам приезжают по огне, но они иногда не понимают, что там поется вообще. Они спрашивают, а это вы на каком языке сейчас песню исполнили? Ой, ну это вообще-то на немецком бы для вас, да. Вот, то есть смысл, смысл как бы изучения этих песен. Нет, да, нет, хотя смысл есть. Почему? Потому что лексику можно выучить, набрать, то есть лексический багаж набрать для себя какой-то. Вот это да, да. Ну, а теперь вопрос. Правильно ли ты будешь произносить звучащую речь, даже если ты знаешь вот эту лексику? Если у меня нет возможности, такой возможности обучать ребенка неродному языку с носителем языка, какую же тогда цель, если не коммуникативную, я преследую, когда отдаю своего маленького ребенка изучать иностранный язык? Если же я преследую все-таки такую цель, я хочу, чтобы у моего ребенка расширялся кругозор, чтобы у моего ребенка расширялся словарный запас, который накладывался уже на другой язык, на родной, чтобы когда он пришел, он не отставал в школе, был хорошим учеником, и потом успешно начал читать, и успешно начал писать, и успешно потом сдал ЕГЭ. То есть у нас язык, он в принципе язык, да, превратился сейчас в школе в предмет. А это не предмет, друзья, это язык, это речь, да, цель коммуникативная должна быть. А я, например, хочу, чтобы мой ребенок хорошо успевал по предмету, который вот у нас сейчас в школе идет. То вообще все прекрасно. Пожалуйста, да, обучайте хоть сами. Делайте, как я делаю, например, играю с ребенком, называю какие-то предметы немецкими словами. Либо же, не знаю, очень хорошо сюда подходят всякие рифмовки, всякие стишки, стишки с движениями. И даже если есть на Ютьюбе такие каналы, там, песни с движениями, стихи с движениями, их очень много. То есть, когда ты говоришь, о, ветер дует, 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 все это на немецком языке, да, волны плещутся, плещутся, плещутся. Ребенок понимает, что это волны, это ветер. Это, я не знаю, глазки хлопают, 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 ручки хлопают, хлопают, ножки топают, топают, топают. Ну, вот в таком духе, да, вот, пожалуйста, шикарно, шикарно. Вот это есть тоже правильное изучение языка, когда семантизация идет по контексту, по образам, потому что ребенок он усваивает образами как раз, да. Он все это проделывает, он понимает, что хендер, клап-клап-клап, фюсхин, трап-трап-трап и так далее. Вот, и можно ему даже не переводить ничего. Так, желательно не переводить. И вуаля, ваш ребенок прекрасный ученик и ваша цель будет достигнута, если вы такую цель имеете в виду. Но не ждите, не ждите, что ваш ребенок заговорит на языке, что он будет заходить в комнату и говорить, мам, привет, я пришел, выключи свет, а то мне слишком светло, подай мне чай, а то я захотел попить. Не ждите вот этой вот спонтанной всей речи. Навряд ли будет. Ну, это, естественно, и без меня все мамы понимают, что когда ты уезжаешь в другую страну и изучаешь там язык, ты на нем начинаешь говорить. А когда ты учишь в школе, да, ты будешь хорошо писать, ты будешь хорошо читать, потому что это в рамках школьного предмета, это уже не язык, не речь, это будет предмет школьный. И, соответственно, мы идем к ЕГЭ. И, соответственно, у нас все цели хороши, которые вот будут у нас. Я забегаю уже немножко вперед в школу, ну, потому что для меня это все неразрывно связано. Ну что ж, мое видео уже достаточно затянулось, и я думаю, что я буду заканчивать. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой второй канал. Вы можете на этот тоже выходить с моим ребенком в основном, чтобы делать ему интересное в нашем будни. Я агитирую вас подписаться на мой канал изучения немецкого языка, на мой основной канал, которым я буду заниматься достаточно скруплезно и продолжать развивать его. Это канал «Твой учитель немецкого». И ссылочка будет либо здесь, либо и в инфобоксе обязательно. Подписывайтесь, там я все рассказываю, как легко вы учите вместе со мной. Учите, пожалуйста, язык. Ну все, пока-пока. Продолжение следует...